Здравствуйте, меня зовут Давыдова Елена, я флорист цветочной лавки Крокус в городе Ульянске. Сегодня я покажу, как делать еловый веночек для своего дома. Его можно повесить на улицу, на дверь, если это частный дом, либо же в подъезд опять же на дверь, или можно повесить домой непосредственно на стену. Еще, как вариант, можно просто положить его на стол и в середину поставить, например, свечку. Так он украсит праздничный стол непосредственно на Новый год. Я сегодня буду делать все из голландской елочки. Она намного мягче, чем наша обычная, и она не сыпется очень долгое время. То есть даже если мы сделаем такую композицию в начале декабря, то все новогодние праздники, они у нас длинные, она спокойно выдержит, и не осыпется, и ничего с ней не произойдет, даже если она будет стоять или лежать, этот венок будет дома. Для начала нам нужно будет, конечно, собрать елку, либо купить в цветочном магазине голландскую ель. Для основы мы используем вот такой кружочек, вот такое колечко. Я его сделала из крафта, из остатков крафта. Вы его можете сделать просто из газеты. Скручиваете трубочку и обматываете скотчем. Ничего здесь нет, он будет легкий и как раз не тяжелый, выдержит любой гвоздик у вас на двери, где угодно. Нам нужно будет порезать елочку на кусочки и примотать к этой основе вот эту елку. Сейчас я покажу, как это будет. У нас есть вот такая веревочка, это может быть леска, любая прочная нитка, либо же проволока, тоже возможно, либо же можно взять шпагат. Берем мы маленькие кусочки, небольшие, складываем, прикладываем их на основу и приматываем их этим шнурком. приматывать нужно довольно плотно, чтобы они у нас не выскочили и никуда не упали. Так мы обкладываем со всех сторон, чтобы не было видно никаких пустых пространств и не было видно у нас нашего каркаса, нашей основы. Таким образом мы проходим всю основу и у нас должна получиться вот такая вот вещица, вот такой вот веночек. Он сделан по такому же абсолютно принципу, точно так же. Здесь единственное, что в основе было соломенное колечко, но это может быть любое. Вот у нас такое колечко, такой веночек, уже заготовка появилась и теперь нам нужно будет его задекорировать. Декорировать мы сегодня будем иликсом, ягодами. В нашем случае, если мы ничего не покупаем, это могут быть любые другие ягоды, например, облепиха, либо же рябина. Можно обойтись вообще подручными материалами, без каких-либо живых. Также мы будем использовать шишки сосны и лиственницы. Лиственницы это маленькие вот эти шишечки и сосновые шишки это большие. И, конечно же, у нас будут в декоре использоваться разные шарики стеклянные, пластмассовые, пластиковые, пенопластовые. Это все вы можете купить в любом магазине подарков и декора. Также нам потребуется клеевой пистолет и шпажки, шпажки либо проволока. Ну, я думаю, шпажки будет удобнее, потому что их тоже можно приобрести в любом продуктовом магазине. Нам нужно разрезать их на кусочки небольшие. И с помощью клеевого пистолета мы убираем вот эту вот застежку. У нас остается голый шарик. Мы клеим и вставляем туда шпажку. Таким образом он будет держаться и мы сможем его вставить в венок. Дадим остыть. А сейчас приступим к ягодкам и шишкам. Так как здесь веточки довольно плотно стоят, поэтому можно засовывать ягодки между ними и они тоже не выпадут. Но для более стойкости можно добавить клея немного на кончик и потом уже засунуть между веточками. Также мы будем добавлять шарики. Их мы тоже прям втыкаем в основу. В нашем случае сочетание красного и золотого тоже очень хорошо выглядит, очень празднично. Тем более наступающий год – год желтой собаки. И шишки. Можно декорировать его по всему периметру. Можно задекорировать только с одной стороны, то есть это будет асимметрично. Как вам нравится, как вам больше подходит. Вот такой венок у нас получается. Если хотите, можно его сделать более большим, ну то есть большим диаметром. Украсить любыми шариками. Золотыми, синими. Очень красивое сочетание синее с серебряным. В нашем случае, я думаю, что достаточно. Если мы будем его просто класть на стол, то больше ничего делать не нужно. Если мы хотим его подвесить, то желательно сделать нам какой-то крючочек. Крючок можно сделать, например, из бечевки. Мы отрезаем нужное количество бечевки. Просто продеваем его через наше кольцо. Завязываем узелок. Можно здесь расправить, чтобы его было не так сильно видно. И вот таким образом мы его повесим. Такой венок может украсить любую дверь, пожалуйста. Ну все. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова